Существует три уровня экологического мониторинга. В данном докладе я остановлюсь на региональном и производственном, или локальном, как его еще называют, экологическом мониторинге. Локальные системы могут объединяться в более крупные системы регионального мониторинга, охватывать территории регионов в пределах края или области, или в пределах нескольких из них. В подобные системы регионального мониторинга, интегрируя данные сетей наблюдения, различающихся по подходам, параметрам, территориям, отслеживания и периодичности, позволяют адекватно формировать комплексные оценки состояния территорий и давать прогнозы их развития. В период с 2011-2012 по 2012 год группа компании 17-18 совместно с научно-производственным центром Севгео на территории ЕНАО проводила работы по созданию основы для развития эффективной системы оценки и прогноза экологической ситуации на территории ЕНАО. Результатами научно-исследовательских работ стала разработанная и апробированная методика интегральной оценки экологического состояния. Получилось ввести в эксплуатацию информационно-аналитическую систему экологического мониторинга ЕНАО. Также совместно с заказчиком были разработаны предложения по организации наблюдений в границах лицензионных участков, которые в дальнейшем воплотились в постановение линия правительства ЕНАО в номер 56, и разработан информационно-аналитический блок непосредственно локального экологического мониторинга. Остановимся. Для начала хотелось бы сказать пару слов о том, что научно-производственным центром СИБГЕО проводились непосредственно полевые работы по сбору, анализу, интерпретации экологических данных. Также ими была предпринята попытка интегральной оценки экологического состояния, и на основе полученных данных постарались сделать прогноз развития экологической ситуации. По итогам проведенных работ в 2012 году получилась ситуация по полигонам мониторинга регионального в целом благополучной, за исключением двух полигонов, на которых наблюдались изменения показателей в сторону ухудшения ситуации. Ну и непосредственно прогноз экологической ситуации был сделан вот на этом слайде, он представлен на примере экологического, на примере полигона мониторингового номер один, это в Ямальском районе, здесь мы видим тренд на снижение, на улучшение ситуации, ну как говорят специалисты НПЦ СИБГЕО, это связано с уменьшением объемов освоения и активности в этом плане на Ямальском районе. После получения и обработки всех этих данных непосредственно уже Сибирским научно-аналитическим центром совместно с НПЦ СИБГЕО была разработана информационно-аналитическая система, которая позволяла бы хранить все эти полученные данные, проводить определенный анализ и также содержащая в себе геоинформационную подсистему с картографическими данными тематическими. Система состоит из трех блоков, это хранилища данных, непосредственно находится там информация о мониторинговых полигонах, пунктов отборов проб, результаты анализов этих проб, также фотографии и документы загружены, хранятся там с полевых работ, с полисмониторинговых участков. Информационно-аналитическая подсистема на основании этих данных создаются различного рода аналитические отчеты, которые позволяют делать прогноз на краткосрочную перспективу экологических угроз. Также, как указана, интегральная оценка изменения экологических состояний на полигонах и сводные результаты анализа в тех или иных параметрах. Также представлена геоинформационная система, основанная на открытых свободных библиотеках, имеющая в себе набор различного рода тематических слоев и карт, также содержащая в себе информацию по ортофото, по аэрофотоснимкам и космоснимкам полигонов мониторинговых регионального мониторинга экологического. Как я уже сказал, совместно с заказчиком были разработаны предложения по организации наблюдений в границах лицензионных участков и было принято постановление правительства ИНАУ номер 56 о территориальной системе наблюдений за состоянием окружающей среды в границах лицензионных участках недропользователей. По этому постановлению в соответствии с определенными формами отчетности недропользователей в разный период времени в течение года должны предоставлять информацию, сведения о лицензионном участке, сведения, сводные результаты исследования загрязненности исходной, показатели природоохранной деятельности, также карту электронной механической нарушенности и различного рода карта экологического мониторинга. В связи с этим было принято решение по созданию уже имеющемуся блоку регионального мониторинга дополнительно создавали блок еще по локальному эко-мониторингу. основной особенностью этого блока является то, что здесь уже непосредственно недропользователи должны иметь возможность в созданную информационно-аналитическую систему передавать информацию о эко-мониторинге на своих лицензионных участках. Им это должно быть удобно, как непосредственно им, так и эту информацию департамент должен получать, интерпретировать и изучать. Этот блок был создан, пришли к договоренности с предприятиями для апробации этого процесса, представленного на слайде. То есть предприятия, которые в первую очередь пробовали свои данные загружать где-то самостоятельно, где-то они предоставляли формы, эти формы совместно с ними загружали. Но в целом можно сказать, что процесс получился. Также для недропользователей была предоставлена возможность создания точечных объектов по координатам на территории своего лицензионного участка, занесения этих данных в систему. В целом, хотелось бы сказать, что на данный момент структура региональной системы комплексной оценки и прогноза изменения экологической ситуации за последние несколько лет работы приобрела новое очертание. Появилась информационно-аналитическая система, которая закрывает вопрос хранения и анализа данных по региональному мониторингу. Появился блок локального мониторинга, который закрывает еще, конечно, есть там над чем работать. Вопрос локального мониторинга, передачи, сбор передачи данных и дает возможность недропользователям отрабатывать постановление правительства ИНАО. Также была предложена и использована методика интегральной оценки состояния окружающей среды и сделан краткосрочный прогноз развития экологической ситуации. Также были предложены запланированные мероприятия, ну запланированные, это как бы спорный еще вопрос, может быть и не получится их провести, но во всяком случае специалистами СИБГЕО и СИБНАЦА были предложены еще работы в части экологии, связанные с расчетом корреляционных зависимостей и определения поправочных коэффициентов, разработка прогнозных карт экологической ситуации на территории ИНАО, разработка методов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования, ну и остальные, которые вы видите в данном слайде. Спасибо за внимание, с радостью отвечу на ваши вопросы или постараюсь это сделать. Пошел вопрос. Пользователем системы непосредственно этой является заказчик департамент природно-ресурсного регулирования лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ИНАО, а также в данный момент пользователями системы являются предприятия, которые были выбраны для апробации блока локальной эко-мониторинга и, надеюсь, в перспективе, если будет работа продолжаться в таком же темпе и планировали в департаменте провести собрание недропользователей определенное, какое-то салихардин, но пока отложили этот вопрос, они, к сожалению, по какой-то причине все остальные недропользователи, ведущие свою деятельность на лицензионных участках ИНАО. Они не только, то есть я так поняла, что они пополняют вашу базу, то есть самостоятельно кто с вашей помощью. Да, 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 непосредственно. И могут пользоваться, по-видимому, уже общей информацией. Общей информации нет, 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 то есть информации друг о друге в системе как бы созданы условия, что при, в тот момент, когда недропользователь дает согласие участвовать в этой системе, администратор базы этой данных, этой информационной системы, департамент назначает ему логин, пароль, от которого он заходит в свою систему и видит и работает только со своими данными. А уже непосредственно все данные по всем недропользователям видит департамент природно-ресурсного регулирования. Вы по приказу правительства, я так поняла, делали эту систему, то есть в соответствии с их постановлением, да? Ну, постановление оно в 2013 году вышло, это в части локального мониторинга, а в части регионального, то есть работа была проведена в 2011-2012 годах и в этот период, то есть по созданию системы. Вы считаете, оно востребовано? Ну, учитывая, что существует вот это постановление непосредственно, да, по которому отчитываться надо недропользователям, и в принципе я считаю, что для работы департамента природно-ресурсного регулирования возможность получать данные в один промежуток времени, да, от всех недропользователей, и уже, как бы, эта информация, она агрегирована, потому что занесение данных, оно представляет из себя довольно простой процесс, если немножко хотя бы обратить внимание на процесс обучения, то я считаю, да, она будет иметь востребованность в своей, если ее развивать. То есть она сейчас у вас уже, как бы, в рабочем состоянии, не в опытной эксплуатации, а в рабочем состоянии, да? Да, она в рабочем состоянии в части регионального экологического мониторинга, по локальному экологическому мониторингу разделу в этом году прошла опытную апробацию. На данный момент полностью вся эта система, она действует, существует, установлена в мощностях департамента природно-ресурсного регулирования, можно зайти, то есть, грубо говоря, есть адрес в интернете, я, к сожалению, сейчас у вас с собой нету, который, по которому недропользователь должен и может туда заходить, заносить данные. Я на данный момент знаю, что вот на последний момент, да, вот по работе с этой системой была договоренность, то, что департамент, он потихоньку, потихоньку где-то организует собрание недропользователей, чтобы рассказать им и показать, что вот теперь будем вот работать так, а пока только вот была апробация на недропользователях, которых я, ну вот, приводился. Вот отдельно, да. Вот так вот. Спасибо, что ваша система работала. Юрий Михайлович, пожалуйста. У вас там есть блок, оценка экологического состояния территории. Так вот, по каким показателям оценивались? Сами вы эти показатели выбирали? Как вы их выбирали? Если их очень, да, если их мало, то могли бы перечислить их. Если много, то хотя бы группы назвать. То есть, непосредственно, насколько я знаю эту ситуацию, да, я хочу обратить внимание, что все экологические работы проводила эта фирма, компанию МПЦ Сидгео и разрабатывала эту систему интегральной оценки. Но знаю я, что они разработали, ну, насколько они мне успели рассказать это все дело, разработали они, проводили они этот анализ, да, и расчеты на основании материалов, полученных при сборе, при полевых работах. То есть, это суммарный индекс загрязнения снежной покровы, нефтепродуктов, содержания в почве, донное отложение, состояние популяции охотничьих животных и индекс загрязнения, вот, а в дальнейшем, уже используя вот формулу, да, вот, которая вот здесь у нас присутствует, получали они, проводилась интегральная оценка, и уже на основании этого они критерии вводили общие оценки экологической ситуации. Вот, как бы так, я здесь не смогу глубоко осветить этот вопрос, так как все эти работы в части экологии проводил, проводила фирма Сергеева, но если Вас интересует этот вопрос, я после своего доклада могу связаться с своими коллегами из-за ОНПЦ Сергеева, они уточнят этот момент, и я Вам на этот вопрос смогу ответить более развернуто. Вопрос в том, что Вы говорите про базы данных, но вот это используете. здесь использовался продукт, ой, простите, SDE, Oracle XE. потому что изначально стоял вопрос о том, чтобы поменьше потратить денег заказчикам.